2013 год для экономики Приднестровья был непростым. Тем не менее, в условиях блокады со стороны наших соседей и других негативных факторов удалось сохранить положительную тенденцию поступлений в государственный бюджет. Если в 2011 году доходы составляли почти 304,5 миллиона долларов, то уже в 2013 эта сумма стала на 105 миллионов больше. В результате предпринятых мер по совершенствованию администрирования внешнеэкономической деятельности наблюдается внушительный рост таможенных платежей в бюджет республики, что говорит о позитивной продолжающейся тенденции выхода и вывода экономики из серой зоны. Отмечу, что в 2013 году наблюдается значительный рост налоговых поступлений. Общая сумма налоговых поступлений в 2013 году составила свыше 343 миллиона долларов США и возросла по сравнению с 2012 годом на 14,6%. С 11 на 43. Тем не менее, расходы государственного бюджета превышают его доходную часть. При этом дефицит за три года сократился более чем на 60 миллионов долларов. Во многом благодаря оптимизации расходов государственному бюджету в 2013 году удалось профинансировать плановые социально значимые бюджетные статьи. Это при том, что мы увеличили расходы и в 2012, и в 2013 году. И увеличение это связано в первую очередь с ростом, хоть и незначительным, но ростом расходов на повышение заработной платы и пенсий. В пенсии в 2014 году, несмотря на те экономические сложности, которые есть, они есть, объективно нарастают. Все же полный рост продолжит повышать. Среднемесячная заработная плата за последние три года выросла на 22%. С 2973 рублей в 2011 году до 3813 в 2013. Примерно на такой же процент выросла и зарплата бюджетника. С 1920 рублей в 2011 до 2500 в прошлом году. Инфляция по итогам 2013 года сложилась на рекордно низком уровне 3,6% впервые за историю практически Приднестровской Молдавской Республики. Против 15,9% в 2011 году. Во многом это связано со стабильностью курса рубля, так и с мягкой тарифной политикой для населения. Цены на газ и электроэнергию в пределах социальной нормы в 2012-2013 году сохранялись практически на уровне стабильном. Важно отметить, что на протяжении всего 2013 года официальный курс доллара США был неизменен и сохранялся на уровне 11,1-11,15. При этом в начале 2012 года реальный рыночный курс составлял порядка 12,5 рублей за доллары США, в том числе в безналичной сфере. Если не брать во внимание показатели трех энергоемких предприятий ММЗ, РЦК и Молдавская ГРЭС, то в 2013 году объем производства вырос более чем на 16%. Увеличились инвестиции почти на 25 миллионов долларов. Поддержка предприятия продолжается и на государственном уровне. Государство продолжает осуществлять существенную финансовую поддержку, предоставляя тарифы ниже рыночных данным предприятиям. Сумма поддержки только по трем бюджетнообразующим предприятиям, ЗАО ГРЭС, Молдавский инвестиционный завод, ЗАО РЦК только в 2013 году составила примерно 100 миллионов долларов. За январь-февраль эта сумма составляет 31 миллион. Несмотря на позитивные тенденции в некоторых отраслях, президент отметил, что экономика Приднестровья зависима от внешних факторов. Поэтому республика должна быть готова к новым вызовам. Станислав Стоянов, Первый Приднестровский телеканал.